Тоже хватает. Предлагаю тебе прямо сейчас к ним и отправиться. На первый взгляд этот класс гимназееврика напоминает обычный кабинет информатики. Но стоит только присмотреться, как понимаешь, ты попал в необычное место. Место, в котором оживают машины. Центр дополнительного образования «Городская компьютерная школа» более известен как «Центр Кэш». Он открылся год назад, а уже сейчас в него рвутся старшеклассники со всего Новгорода. Первая реакция у всех очень положительная. То есть они пытаются собирать, но робототехника, как любая наука, это труд определенный. Скажем, чтобы достичь каких-то результатов, нужно прикладывать усилий. Поэтому по-разному происходится. Кто-то вот он согласен с утра до вечера сидеть, кто-то немножко остывает, отходит. Кто-то занимается, скажем, только сборкой робота, кто-то программированием. Такое вот происходит деление. Ну, это жизнь, так и должно быть, наверное. Игровая форма обучения и обязательные соревнования по итогам каждого занятия делают свое дело. Хочешь, чтобы твой робот лучше всех стрелял по баночкам и не нравится быть последним в прохождении лабиринта, тогда модернизируй железного друга. Ну, а лучшие из лучших поедут на соревнования в Петербург или столицу. Такие чемпионаты, как робофест, ежегодно собирают сотни и даже тысячи участников. И хотя у школьников из крупных городов опыта и средств побольше, у новгородцев уже есть победы. Это заставляет нас думать о том, что мы делаем правильно, что мы двигаемся туда, куда нужно. Есть у нас победы в различных номинациях, то есть в спортивных соревнованиях. Так что, наверное, все-таки новгород не разгромен. Если вначале действительно приезжали и ничего не могли заработать, и такие ощущения возникали, то сейчас уже другие ощущения, что если мы не с грамотой, не с дипломом, то это просто течение обстоятельств. Виталик свое первое выступление на широкой публике запомнил надолго. Это только на первый взгляд его победное задание кажется простым. Попробуй справься, когда в твоем подчинении далеко не терминатор. Робот должен был проехаться по линии, по черной. И он у нас проехался за самое минимальное время. Сын инженера, он с детства заинтересовался техникой, и до того, как прийти к Андрею Иванову, активно изучал роботов через интернет. Но информации в сети не хватало, и выручили именно специалисты компьютерной школы. Пока Виталик работает с не самыми сложными моделями, но мечтает о большем. Я бы хотел очень создать планетоход на дальней планете. Думаешь, реально, чтобы в России был когда-то разработан техникой уровня? Если да, что должно для этого делаться? Вообще это связано с экономикой страны, потому что вообще есть даже уже марсоходы. Совместно с русскими этими учеными они были разработаны. Например, Кьюрио Сити, марсоход. С него очень много снимков Марса, и их можно спокойно даже в Яндексе и в интернете найти. На занятиях замечаем, девушкам точные науки не менее интересны. Причем не только процесс создания роботов, но и более сложное программирование. Над каждой командой придется покорпеть, но результат того стоит. Есть здесь и совсем маленькие исследовательницы, например, Наташа. Оказывается, у девочки свои планы по покорению мира. Какой робот твоей мечты был? Робот, который ты хотела создать? Не знаю, робот, который пылесосит, наверное, мыть посуду и все делает по хозяйству. Жалко только школьные программы пока не предусматривают системного обучения ребят из младших классов в таких центрах. Это при том, что в той же Америке робототехника и программирование давно стали обязательными предметами. Но и здесь новгородцы придумали что-то свое. Каждое лето они собирают всех желающих, вне зависимости от возраста, в специальном летнем лагере. У меня гордость или такое чувство удовлетворения появляется, когда действительно вот в этом летнем лагере дети погружаются в предмет, и у них вот вызывает удовольствие от того, чем они занимаются. Вот почему-то в обычной жизни сложно это сделать. Именно нужна такая среда, и в этой среде они вот сами радуются тому, что сделали, и мы за них радуемся. Вообще перспективы у столь сложной науки в нашем городе неплохие. Уже сейчас при Мироеврике последовал ряд других школ. Закупают комплекты, находят преподавателей. Но конкуренции пионеры роботостроения не боятся, и уже ждут возможности устроить первый серьезный городской чемпионат для молодых программистов.